1 сентября у многих из нас ассоциируется с торжественными линейками, парадной одеждой и охапками букетов для учителей. Часть цветов остается в классе, часть педагоги забирают домой или раздают знакомым. В любом случае букеты радуют глаз максимум неделю-две, а потом отправляются в мусорное ведро. Цветам есть достойная альтернатива. С 2017 года в нашей стране действует благотворительный флешмоб к 1 сентября. Он так и называется – «Дети вместо цветов». Школьники дарят учителю по одной розе, а сэкономленные деньги направляют на помощь больным детям. Из года в год в этой акции участвует 16-я школа. Пропустить через себя вот это вот сочувствие, но не потерять в то же время значимость праздника, но в то же время понимая, что вместо цветов ты можешь действительно сделать больше полезного и сделать приятное другим ребятам, которые действительно не могут присутствовать на торжественной линейке. Форматы участия в акции разные. В основном это финансовая помощь, которая идет на лечение больных детей. 16-я школа вышла за предложенные рамки. Помогает она пациентам с онкологией, которые лежат в детской областной клинической больнице. Причем участники акции по желанию либо перечисляют через благотворительный фонд пожертвования какому-то конкретному ребенку, либо выбирают им подарки. Мы видим результат, вернее, этой акции. Ребята более трепетно относятся к тем предметам, подаркам, которые они приносят. То есть они стараются уже и упаковать более, чтобы это было приятно получить ребенка, который находится в больнице. Какой-то подарок, сувенир на память. Акция продлится до 10 сентября. Принять неучастие приглашают и горожан. Приносить можно концтовары, сувениры, моющиеся игрушки. Список того, что нужно, есть в группе школы номер 16 ВКонтакте. После 10 сентября подарки отвезут в детскую областную больницу.